всем привет дорогие друзья из жаркой алании и из отеля xafira deluxe предыдущих видео вы уже видели как происходит заезд в отель чем здесь кормят мы побывали с вами на пляже я показала отель днем снэк бар около бассейна и так далее а сегодня я покажу вам чем живет отель ночью сначала мы с вами идем на обед посмотрим будут ли отличаться блюда от на ужин будут ли отличаться блюда от вчерашнего ужина дальше мы посетим анимацию и я покажу вам различные бары которые есть в отель в общем сегодня у нас обзор ночной жизни в отель не забывайте подписываться на наш канал все предыдущие видео из отеля в описании к этому видео вся информация в описании к этому видео ну и конечно же ссылки на сайты бронирования отелей самолетов и туров со скидками тоже в описании к этому видео ну а сейчас идем с вами на ужин переходе который ведет в ресторан аквапарк и на бассейн есть вот такой вот интернет-кафе здесь есть вай-фай playstation и интернет бильярд в общем называется все это дело игровой центр и здесь есть компьютеры разные бильярды ребята играют можно поиграть в баскетбол или бильярд в общем для тех кто хочет проводить время не на природе и у бассейна а у компьютера ну а мы идем дальше в ресторан так чем занимается у нас их на айхан что ты делаешь что ты делаешь живешь кушать идем на пошли кушать на входе всем выдают индивидуально салфетки и вилки на ужин у нас сегодня салат фрукты и курица с рисом друзья если вы хотите посмотреть как выдают еду в ресторане пожалуйста переходите по ссылке в описании к этому видео ну а всем кто кушает приятного аппетита также здесь есть чайная но к сожалению чай не дают в стеклянных стаканах чай только пластиковых пластиковых стаканах чая не тут к сожалению вот так здесь еще есть лимонад вода и можно сидеть как внутри так и на улице кстати скоро начнется анимация вот здесь около бассейна по всей длине бассейна идут рестораны но ресторана лакар закрыта открыта чайна и здесь есть еще патиссерия она закрыта сейчас но до пяти часов можно приходить вот сюда и кушать всякие разные вкусняшки покажу вам завтра после обеда друзья мы идем с вами смотреть анимации мы чуть-чуть опоздали а анимация в амфитеатре происходит здесь выставили разные детские машинки на которых можно кататься и вы слышите за снэк баром вот этот бар днем он обслуживает бассейн в предыдущем видео вы видели здесь подают гамбургеры картошку фри в общем фастфуд днем а вечером здесь можно что-то выпить то что вы любите что-то музыка и Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот анимация, друзья, в отеле по объективным причинам, которые вы знаете, на сцену не приглашают отдыхающих. Ну а сейчас мы покажем вам разные бары. Вот один из баров, только что, идя на анимацию, мы его проходили. Это Балкоп Бар около бассейна. Еще в самом отеле на ресепшене, в лобби, в общем, есть тоже много баров. Их в отеле пять. Айхан настолько устал, что даже не может по лестнице идти. В чем зория? В чем зория? В чем зория? В лобби отеля и здесь расположен также бар. Можно заказать различные напитки и делают коктейли. Как алкогольные, так и безалкогольные. Посмотрите, какие интересные здесь стулья. На этих стульях, кстати, получаются очень классные фотографии. Так, сейчас мы здесь где-нибудь сядем и будем отдыхать. Мы вышли немного прогуляться и как выглядит территория вокруг отеля. Здесь расположено много других отелей. И, конечно же, есть всякие разные магазинчики. По этой улице по прямой идти до моря всего метров 350. В общем, очень быстро. А сейчас мы идем в магазинчик. Айхан хочет что-то купить себе. Вот такой вот искусственный зазывало. Наш отель Ксофира Делюкс расположен в районе Тюрклярш. И здесь между отелями также есть такой небольшой центр района, где расположены разные кафешки, рестораны, магазины. В общем, мы пришли вечером посмотреть, что же здесь есть интересного и есть ли что-то интересное сейчас. Да, торговый центр, базар. В общем, продают кожу, сумки, все что угодно. Не забывайте заходить на нашу группу на фейсбуке. Айхан там делает прямые эфиры. А здесь в центре большой такой торговый центр, рынок, где продается всякая всячина. И здесь в одном из отелей проходит анимация. Анимация полным ходом. Дорогие друзья, наступило очередное прекрасное потрясающее утро. Сейчас мы с вами отправляемся на завтрак. Покажу вам еще раз завтрак. Если вы не смотрели все предыдущие видео в описании, ссылки на предыдущие видео в описании к этому видео. Обязательно смотрите. А в следующем видео мы пойдем с вами плавать в бассейн. Еще раз сходим на пляж на море. Пойдем в аквапарк кататься на горках. И я покажу вам зону спа. Поэтому те, кто не подписался, подписывайтесь. Комментируйте, ставьте пальчики вверх. Ну и сейчас всем, кто кушает приятного аппетита, отправляемся вместе с вами на завтрак. В отеле постепенно начинает прибавляться народу. И сейчас посмотрим, что у нас на завтрак. Сейчас уже полдесятого. Завтрак практически заканчивается. Но, как я вижу, в ресторане народ есть. Много разных видов хлеба. Кто хочет черный, белый, разные булочки. Здесь семиты тоже хлеб и булочки. Вижу рис. Здесь готовят пиши, картошка фри, перец и сосиски в сыре. Сосиски в сыре. Здесь тоже разные сосиски, колбаса. Вареные яйца. Здесь готовят омлет, яичницу и тоже сосиски в сыре. Вот так вот выглядит ресторан. Далее стоят мюсли. А стойка с салатом находится здесь. Мы берем огурцы, помидоры, ветчину и сыр. Вот таким вот образом все накладывают. Есть оливки, сыр, огурцы, помидоры, различные колбасы. Ну, а я беру всегда все стандартно. Вот таким вот образом, друзья, происходит подача еды. Под прошлым видео началось очень бурное обсуждение. Кому-то не понравилось, кому-то понравилось. Мне, например, нравится. Знаете, почему? Потому что никто не лезет в салаты, в еду. Один человек в перчатках накладывает, а не весь отель лапает одну и ту же ложку и не ковыряется в салатах, в колбасе, в огурцах и в другой еде. Мне кажется, это очень хорошо. Также поступило, скажем так, возражение по поводу того, что когда очень много людей, у каждого не может быть официанта, невозможно бегать со всей тарелкой, с одной тарелкой по всему ресторану и накладывать вам еду. Пожалуйста, ребята, смотрите мои видео внимательно. И эта система построена как конвейер. Вы подаете тарелку, вам быстро накладывают. Идете к другому стенду с едой, вам быстро накладывают. Никаких проблем, никаких задержек в этом плане нет. Поэтому, пожалуйста, смотрите видео внимательно. И тогда вы поймете, как действует эта система. До настоящего момента мы в отеле находимся уже третий день. Никаких проблем с быстротой подачи еды я не заметила. Сейчас мы в зоне бассейна. И чуть позже отправимся снова на пляж. В зоне бассейна народ у нас отдыхает. Этот бассейн я вам показывала раньше. И, как я уже говорила, у него очень такая классная-классная форма. Почему? Потому что, как вы видите, несмотря на то, что люди есть, никто не плавает один на другом. В общем, здорово. Ну, а сейчас мы садимся на наш трактор и едем на пляж. Покажем вам еще раз море. У этого отеля, на самом деле, очень большая классная территория. Есть бассейн на улице, есть бассейн в помещении, но сейчас он закрыт. Также закрыта дискотека и фитнес. Но территория самого бассейна большая, самого отеля большая. Поэтому есть где дышать и развернуться. Если вы хотите узнать, сколько стоит отдых в этом отеле, в описании к моему видео есть ссылка на сайт отеля и на сайт бронирования. Поэтому заходите, смотрите, смотрите цены. Если вам понравился этот отель, можете приехать в этот отель с туром. Наверху за мной находится вот тот самый лобби-бар, который я показывала вам чуть раньше. И здесь у бассейна выход за территорию, куда и приезжает как раз тот самый сервис на пляж. На море можно доехать вот на нашем сервисе-тракторе или дойти пешком. Здесь очень-очень близко, вот около этого отеля, вниз подземный переход. И сразу попадаете на пляж. Идти буквально пять минут. Мы решили прогуляться. Дорогие друзья, мы с вами пришли на берег моря. Здесь находится пляж отеля Сафиро де Люкс. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. А в следующем видео из отеля, как я уже сказала, мы идем в аквапарк. Будем там кататься, развлекаться и плавать в бассейне. Также покажу спа и хамам. Еще что хочу сказать, то что не забывайте о том, что отдых может быть самый разнообразный. И я всегда говорю о том, что места, в которых вы отдыхаете, тоже должны быть кардинально разными. Я, например, люблю отдыхать в деревне. Я люблю отдыхать в пятизвездочных отелях. И я люблю отдыхать в больших городах. Я люблю отдыхать в Аланье. В общем, отдыхаю там, где мне на данный момент хочется. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео, было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно приезжайте в Аланию и в Турцию. Обязательно отдыхайте там, где вам хочется. А самое главное, как вам хочется. Чтобы отдых был незабываемым, полезным и интересным. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. И с жаркой, и с солнечной Аланьей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok